Всем привет, друзья! С вами JetPot90 и вы находитесь на канале честных обзорных стримов и бодрых летсплеев. В общем, сегодня мы продолжаем рубрику новинки в Steam. Рассматриваем все игрушки, которые там выходят, прямо одну за одной. Не важно, как она выглядит, не важно, какой это жанр. Я, со своей точки зрения, абсолютно субъективно, и я не претендую на истину в последней инстанции, анализирую, пусть и поверхностно, по промо-роликам, по скриншотам и по описанию, и, естественно, по цене игрушки, которые предлагает нам платформа, которые вышли вот совсем недавно, сегодня или вчера, ну, то есть свежа. И, исходя из этого, делаю какой-то диагноз этой игре. Например, годнота, то есть реально игра крутая. Либо я делаю оценку из разряда туда-сюда, ну, такой, знаете, середнячок, то есть ни рыб, ни мясо своеобразное. Ну, и, естественно, третий тип оценки — это шлак. То есть это прям вот, ну, прям вообще капец. То есть я такое явно не буду играть и никому не порекомендую. Но очень важный момент, и с этим многие пытаются спорить, доказывая мне обратное. Ребят, это мое субъективное мнение. Если вы не хотите со мной соглашаться, вы имеете на это полное право. Вы можете высказать свое мнение прямо под этим видео обязательно после стрима или во время стрима, как вам удобней. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Я сейчас только телефон свой найду, кстати говоря, куда-то я его делал. Да, телефон найду, потому что там у меня как раз Twitch будет запущен. Надо же как-то читать сообщения, ребят. В общем, я сразу хочу сказать, что ВКонтакте, скорее всего, сообщений я не прочту, по крайней мере, на протяжении стрима. И, надеюсь, вы с пониманием к этому отнесетесь. Однако я могу читать сообщения в Twitch, вот что я сейчас и делаю. Я запускаю Twitch-приложение. Поэтому, если кто-то хочет мне что-то написать, что-то спросить, то делайте, пожалуйста, желательно это на Twitch. Либо не ругайтесь, что я не успеваю прочитать ваше сообщение, которое вы оставляете на площадке VK Live. По той простой причине, что там мне это сделать физически, пока не позволяет отсутствие второго монитора. Ну, ладно. Все. Что мы не анализируем в целом? То есть я не разбираю прям досконально. Я не разбираю досконально олдскульные игры. Это игры из разряда, сделанных в RPG-мейкере, ну и прочих простейших игровых редакторах, на которых любой из вас, друзья, даже я, наверное, мы можем сесть с вами и сделать какую-то RPG-шку, назвав ее крутой. Ну, как многие думают из тех, кто потом эти игры продают по ценам, порой даже по 400 рублей, от чего лично я до сих пор в шоке. Мы не анализируем глубоко, не разбираем такие вещи, как графические новеллы, такие вещи, как статические квестовые игры, где найди 10 отличий, найди ключ, открой дверь, где никаких действий не происходит. Есть просто картинка нарисованная, то есть красивый, неплохой арт, по которому можно сделать какие-то выводы. И мы не трогаем, не разбираем VR-игрушки по той простой причине, что если игра рассчитана исключительно на VR, а есть комбинированные игры, которые рассчитаны не только на VR, если игра рассчитана исключительно на VR, то мы это не трогаем, по той простой причине, что я уверен, что даже из, ну, достаточно большой уже группы моих зрителей, мало у кого есть шлем виртуальной реальности, что уже подталкивает к тому, чтобы такие игры тупо не анализировать. Ну, а зачем? Какой смысл? Даже это не оценишь по-нормальному. В общем, надеюсь, вы поняли суть, надеюсь, вам это нравится, поэтому, если что, подписывайтесь на мой Twitch и YouTube-канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. На YouTube обязательно нажимайте колокольчик, дабы получать оповещение обо всех новых стримах. Ссылочки есть ВКонтакте, если хотите поддержать канал точно так же, как это сделать, можно прочитать вон там снизу в описании, все ссылочки указаны. Ну, а я переключаюсь тем временем на замечательную площадку под названием Steam, друзья мои. Давайте смотреть, что у нас сегодня в Steam появилось. Итак, кто не помнит, то забыл или, может быть, запутался. Я всегда использую раздел категории «Новинки», поэтому здесь у нас есть разные разделы всевозможные. Вот есть обзор категории, так называемый, и в нем есть «Новинки», там указан обычно «Самый-самый-самый свежак». Опускаем вниз, и здесь есть два подраздела «Популярные новинки» и «Просто новинки», поэтому я выбираю «Новинки». Нам нужны «Просто новинки», а не «Популярные». «Популярные» — это «Самые продаваемые». Нам это неинтересно на самом-то деле. И здесь внизу есть кнопочка «Все новинки», то есть вообще без исключения «Все новинки», весь свежак, который вышел. И мы с вами начинаем. Первая игрушка это Brothers. Да, Brothers, вот так она и называется. Давайте посмотрим промо-ролик, давайте заценим, что из себя представляет эта штучка замечательная. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, я даже сейчас, смотрите, вот я при вас сейчас не буду опускать вниз, да, вниз саму страничку, не буду скроллить. Я уверен, что это русские разработчики. Наверное, вот всего лишь за полгода рассматривания различных проектов, я пришел к каким-то определенным, может быть, даже подсознательным, хотя скорее все-таки осознанным визуальным выводом, о том, как отличить русскую игру от зарубежной. У русских разработчиков есть определенные штрихи, по которым они делают редко, хорошо, чаще плохо. Я имею в виду, когда речь идет о серьезных таких игровых, не знаю, продуктах, которые должны быть хотя бы, ну, пусть не триполой уровня, да, но пытаются какой-то заброс сделать на претензию, типа, смотрите, мы тоже можем. И, как всегда, получается какая-то хрень. Вот это очень сильно похоже на русскую разработку, потому что я не говорю, что у русских нет вообще хороших игр. Конечно, русские разработчики, по крайней мере, русскоговорящие разработчики делают хорошие проекты, но вот это безумно похоже на то, что сделано в очередной раз каким-то русским разработчиком, и я сейчас очень надеюсь, что, опуская вниз, я увижу надпись, что это ранний доступ. Почему? Потому что ранний доступ даст шанс надеяться, что это станет игра лучше, и будет она выглядеть лучше, так как на данном этапе она выглядит как просто набросок. Давайте посмотрим. Первое. Разработчики заявляют, что это экшен, и это инди, и это ID Group. Я не знаю, кто такие ID Group, но русский в наличии есть, английский в наличии есть. Для нескольких игроков и мультиплеер по сети есть. Что у нас? Цена 129 рублей без всяких скидок. Кстати говоря, цена очень даже симпатичная, как ни странно. И у нас полностью полноценное русское описание. Олдскульный сетевой шутер от первого лица в рисованном стиле. После военное время люди сбиваются в отряды и воюют. 8 видов оружия в бою, классический игровой режим, возможно быть зомби или человеком, а также двойной прыжок с Fire Jump. Fire Jump? Fire Jump? Что такое Fire Jump? Почему Fire? Fire это может быть огненный прыжок, может Fire имею в виду, да? Но тут Fire. Ну ладно, я не буду прикапываться, хорошо, а то скажете, опять Джет докопался до мелочей. Что я могу сказать? Что? Я теперь понимаю, вот благо спасибо разработчикам, они хотя бы не стали выпендриваться, рассказывать о том, что это ААА проект, да? Они написали просто шутер от первого лица в рисованном стиле. Его нарисовали как эдакую, ну, мультяшечку, да, такую простенькую. Я, конечно, все равно хочу, чтобы игра вышла на более качественный уровень, но, к сожалению, это уже релиз. Это, как вы видите, не ранний доступ. Это не альфа, не бета, это релиз полноценный. Стоимость релиза дешевая, 129 рублей. Если списаться, мне кажется, с комьюнити разработчиков, то есть шанс попробовать как-то, может, натолкнуть их на идею улучшения визуальной составляющей. Пусть она останется в рисованном стиле, я не против. С точки зрения физики, она есть абсолютно аркадная. То, что мы с вами видели, это, ну, полноценная аркада, да? По графической составляющей я уверен, что системные требования небольшие, потому что игра, ну, настолько выглядит просто, что я бы очень удивился, если бы, например, на моем ноуте эта игра не летала на ультра настройках. Так что надо тестировать, надо играть, как по мне, оценочка туда-сюда. Я даже, знаете, как сделал? Я добавлю себе ее в избранное, да, в список желаемого. Я попробую сегодня поискать доступ к этой игре. Если не найду доступ, то, может быть, приобрету для обзора, может быть. Но, скорее всего, я попробую выйти на разработчиков, пообщаться с ними и, собственно, попросить доступ к игре для того, чтобы сделать на нее обзор. А там уж как получится, ребят. Короче, на данный момент Brothers игрушечка лично для меня, или Brothers Z, лично для меня, это оценочка туда-сюда. Движемся далее с вами. Следующая игрушка Stoyer. Да, Stoyer или Stuar. Наверное, Stoyer все-таки. Судя по скриншотам, это какой-то ужастик, причем сделанный в старом, добром, олдскульном стиле. Я любил такие игрушки раньше, но вот я всегда, каждый раз, когда у нас происходит обзор новинок, я каждый раз говорю, зачем это до сих пор выпускается, я не понимаю. Разработчики заявляют, что это инди и ранний доступ. Разработчик Кирилл Куприяхин, да? Купри... Купряхин. Ну, может быть, Купряхин или Куприяхин. Не знаю. Ну, в общем, это, судя по всему, либо отечественный разработчик, либо украинец. Ну, не суть. Короче, русскоговорящий, скорее всего, человек. Вот очень многие сейчас ребята пытаются вытащить за счет создания хоть какой-то игры, то есть зарабатывать денег. Я немножко это осуждаю, потому что если уж ты делаешь, делай хорошую игру. Зачем такое делать? Ну, ладно. Мне часто говорят, Джет, ты ничего не знаешь, у нас огромная комьюнити, многим такие игры нравятся. Ребят, напишите, пожалуйста, кому такие игры нравятся. Вот в комментарии напишите, я люблю олдскул. Вот так вот. Я люблю олдскул. Пишите в комментариях, я буду знать, что вы любите старые игры. Вот в таком вот стиле, в таком жанре, когда все пиксельное, да? Когда монстрики такие вот, смотрите, пиксельные, квадратненькие. Пишите, если вы любите, у меня претензий к вам нет, просто хочу понять, так это или нет. Русского языка в игре в наличии нет. Игра для одного человека, к сожалению, находится она в раннем доступе. Стоимость игры на данном этапе 55 рублей, со скидкой 30%, без скидки 79 рублей. Ну, лично для меня, ребята, это шлак. Я такое покупать не буду, оценивать я это. Ну, наверное, может быть, я бы это оценил, если бы мне дали ключ и сказали, Джет, давай сначала ты вот поиграешь в игру, напишешь обзор на нее, обзорный стрим сделаешь, а потом поставишь ей оценку. Может быть, я это сделал бы, но если мне скажут, типа, вот покупай, и нас не волнует остальное, я не буду это покупать, ребят. Отлично для меня Store-игрушка или Store-шлак. Вот такая оценочка. Далее идем с вами. History Torchka. Что? Что? History Torchka, серьезно? Слушайте, название же очень смешное. Ну, все, я понял, я даже не хочу здесь смотреть дальше. Я все понял, ребят, я не знаю, что это такое, знать не хочу, это шлак. Вот для меня это шлак сразу же. Shadow of Conquest. Давайте посмотрим, что это такое. Шутер, заточенный под командную игру в полностью разрушаемом, в полностью разрушаемом, случайно генерируемом мире, состоящем из нескольких слоев. Давайте прикинем. В последнее время вышли шутеры за последний год Overwatch, Paladine, Battlefield 1, Wildlands, Tom Clancy, да? Что там еще на вскидку сейчас? Titanfall 2, блин, я не помню, дофига, по-моему, шутеров вышло. И вот нам предлагают вот такой шутер, ребят. Вы будете в это играть? Скажите мне, пожалуйста. Вот серьезно, вот такая игра, вот так она выглядит. Вы станете в такой шутер играть? Тем более в кооперативе. Не просто for fun, а купить ее, позвать друзей, сказать, что это крутая игра и играть в нее день и ночь. На пролет просто. Я думаю, не станете. Поэтому моя оценка Shadow of Conquest, у нее нет пока цены, но мне кажется, такое надо отдавать бесплатно, просто, ну, как говорится, for fun. Хотите играйте, не хотите, нет. Shadow of Conquest, моя оценочка, шлак. Далее. DLC-шка у нас идет и игрушка Lothia. Что за Lothia? Еще одна классная игра, наверное, да? Lothia. Ну, кстати говоря, нарисована неплохо. RPG-шка, я не могу сказать, что совсем все безумно плохо. Опять-таки, это из разряда того, что я не люблю, я давно уже от таких игр отошел и играть в них не хочу. Только если меня бы попросили действительно сделать обзор, оценить, я бы тогда проанализировал игру. Но с позиции просто игрока купить и поиграть в такие игры, ну, как бы, не, спасибо, уже много хороших игр вышло. Это инди-RPG, русского языка в наличии нет для одного человека. И цены нету, к сожалению. Хотя написано, что она должна выйти сегодня, 3 июня. Ну, ребят, смотрите, по рисовке я могу сказать, что вот рисовка здесь, несмотря на то, что это old school, она нормальная, как ни странно, она приятно сделана. Это то, о чем я говорил, что если вы делаете old school, то делайте его хотя бы красиво. Не надо делать пиксельный old school. Вот так вот приблизительно, если вы совсем делаете все там в RPG Maker или прочих игрушках, точнее программах для создания игрушек, то хотя бы вот так все должно выглядеть по-человечески, симпатично. Для меня лично все равно эта игра остается на уровне оценки шлак. Это не значит, что игра плохая. Лично для меня она шлак. Но вот за визуальную составляющую я бы однозначно поставил оценочку как минимум туда-сюда, потому что здесь хотя бы есть на что посмотреть. Здесь хотя бы не пиксель на пиксель в виде дерева. Вот это безумно радует. В общем, давайте сделаем так. Лотия игрушка, оценочка туда-сюда ближе к шлаку. Потому что слишком old school, но неплохо нарисовано. Туда-сюда ближе к шлаку. Моя оценка для Лотии такая. Продолжаем с вами веселиться. Secret Doctrine, да, или Doctrine. В общем, секретная доктрина, друзья мои. Давайте посмотрим. Визуально, кстати, уже по скриншоту выглядит интересненько. Я хочу затестить, что это за игра. Давайте посмотрим промо-ролик. Это была Матрица, что ли? Я не понимаю, как человек может находиться и там, и тут. Профессор рассредоточился. Я не понимаю, как человек может быть здесь и там. Но как мы можем знать, произошло ли что-нибудь? Ведь если что-то произойдет, то это для нас все равно будет казаться неизменной реальностью. А что если профессор давным-давно умер? Невозможно ответить на ваш вопрос, Сэн, так как вероятность смерти профессора точно равна вероятности его жизни и находятся вне времени. Сэн, так как вероятность смерти профессора. Сэн, так как вероятность смерти профессора. Нельзя делать промо-ролик сразу на всех языках. Ребят, это, ну это короче бред. Если вы хотите угодить всей аудитории, в адрес которой вы сделали локализацию, сделайте один и тот же ролик в разной озвучке. Либо еще более простой вариант, если лень делать столько озвучек, это сделать один ролик на основном языке, допустим это будет английский, потому что он как бы самый распространенный на сегодняшний день в мире. А субтитрами пустить перевод. Это самый лучший вариант для ленивого человека. Но если хочется угодить всем, лучше в таком случае делать одинаковый промо-ролик, абсолютно одинаковый, только с разной озвучкой. Русская озвучка, английская, там китайский, немецкий. И, короче, неважно. То, что я здесь услышал, это русский, потом следует английский, причем совершенно хаотично, непредсказуемо. Потом повторяется текст предыдущий, который уже был сказан, но только он на другом языке. Там русский с английским вперемешку, я вот к чему. Потом внизу идут субтитры на азиатском, скорее всего китайском. Что, зачем вы это сделали, разработчики? Что это за чушь полная? Это выносит мозг, когда смотришь промо-ролик, это бесит. Плюс, что я заметил здесь, вот я похвалил картинку и сказал, симпатичная графика. Но как только я начал смотреть промо-ролик, я охренел от того, какая там физика внутри. Как минимум, начнем с того, что квадратные люди, которые двигаются как куски робота, да, как куски картона, это было отвратительно. Второе, то, что меня прям вот очень-очень сейчас, я чуть ли не улыбнулся, это то, что чел садится в самолет и выкидывает пакет с мусором. А пакет с мусором размером больше, чем этот чел. Он откуда его достал, скажите мне, пожалуйста. Ну ладно, я пытаюсь уже разбирать, это зря, конечно. Что я могу сказать? Вот визуально, особенно по скриншотам, выглядит очень круто. И это отличный пример, как скриншот может вас обмануть. Почему нужно анализировать не только по скриншотам, но и по промо-видео. И еще лучше всего это тестировать самому игру, то есть включать ее и все-таки играть. Потому что вы смотрите на скриншот, да, вот давайте я отмотаю назад. Ну вот согласитесь, ведь очень приятно выглядит, да, вода, сделано классно, свет, отражение, да, тени, все классно здесь сделано. Правильно? Ну, мне вот кажется, очень круто выглядит здесь. Картина вот прекрасно, арт выглядит, да, вот этот, хотя иначе скриншот из игры, это, наверное, не арт, просто обработанный хорошо. Прекрасно выглядит, но мы с вами видели только что эти локации в промо-ролике, и выглядят они намного хуже, чем на скриншоте. Ну не то, что прям совсем хуже, но процентов на 30, это намного было хуже, чем оригинал, да. Давайте посмотрим. Разработчики заявляют, что это приключение и казуалка. Русский язык есть в наличии, английский, китайский, я угадал. Смотрите, на трех языках игра, и на трех языках они попытались впихнуть все это в один промо-ролик. Глупая затея была. Игра для одного человека, имеются субтитры, это вот на китайском, субтитры, я так понял. Да, субтитры на китайском, но и на всех остальных языках тоже. Стоимость игры при этом, ого-гошеньки, ребяточки, 899 рублей. То есть игра не дешевая, и это вполне может означать, что там должно быть что-то прям стоящее, да. Английский полное озвучивание, русский понятно. Или VR управление, даже VR предусмотрят, смотрите, как круто. Разработчики действительно напряглись и сделали что-то толковое. Ну, что я могу сказать? По промо-роликам, и особенно по скриншотам, игра выглядит симпатично. По механикам, вот, анимациям, да. По анимациям, это точнее будет сказать, по механикам мы не до конца это могли с вами разобрать, да и я не до конца это понял. По анимациям, по промо-ролику, все очень плохо в этой игре. Но визуально картинка неплохая. Короче, я секрет доктрин поставлю оценочку туда-сюда. Надо точно тестировать. Я добавлю себе ее в список желаемого для того, чтобы попробовать найти к ней либо ключик доступа, либо выйти на разработчиков и потестировать ее. Потому что я не против такую картинку потестировать, по факту. Но почему-то мне кажется, что я столкнусь с тем, что мне не понравится. Я не знаю, друзья. В общем, секрет доктрин, моя оценочка туда-сюда. Да, двигаемся с вами к следующей игре. И у нас игра следующая, X-Arc. Что это такое? Как бы я уже не напугался. Ну-ка, давайте посмотрим. По скриншотам это что-то средневековое из разряда выживалки. Да, человечки, люди без лиц. Это очень похоже на... Какая же там игра-то была? Neverwinter Night, да, по-моему, самая первая часть. Вот очень похоже визуально. Рисовка такая же старая. Я к тому, что Neverwinter Night в свое время была крутой игрой. Или, не, по-моему, да, красана. И вот сейчас то, что мы видим, это даже не конкурент Neverwinter Night. Но давайте быстренько промо-ролик я включу. Посмотрим, что он из себя представляет. Там секунд 20-30, посмотрим. Так, подождите, это же VR. Не понял, а почему там не было значка или я опять что-то пропустил? Да, это для шлема. Стоп, я разве пропустил значок VR? Да, я, дурачок, пропустил значок VR. Извиняюсь, ребята, XARC это игра для VR. Но выглядит все равно убого. Я бы поставил ей оценку шлака однозначно и никому бы не советовал. Crowman and Wolfboy. Да, что это такое? Еще одна фантастически красивая дешевая рисовка. Теневая. Почти монохром. Порой, правда, цветность простреливает. Это платформер, судя по визуальному ряду. Может быть, с элементами экшена. Вот они, видимо, вступают здесь в драки, да? Но здесь явно надо перемещаться по платформам, прыгать с места на место, что-то добывать. Ну да, вот экшен есть. Они вступают в бой, сражаются с мобами, сражаются с боссами. То есть это экшен-платформер своеобразный, сделанный в 2D стиле. Святая корова? Что? А, я не знаю. Разработчики заявляют, что это экшен, приключения, казуалка и инди. Русского языка в наличии нет, только английский. Игра для одного человека. При этом уже стоят крутейшие оценки от трех изданий. Смотрите, как легко все купить, друзья мои. И стоимость игры 99 рублей. Ну, кстати, очень дешево. Хорошо, что авторы не стали прыгать в 500-рублевый барьер, что очень многие любят делать. В общем, визуально я уже сталкивался с такими играми, и они в целом выглядят обычно неплохо. Я не буду включать промо-ролик, ребят. Такие игры, они обычно, ну, ничего нового нам не покажут. Я поставлю оценку туда-сюда, ближе к шлаку, потому что я не уверен, что это хорошая игра. Тем более, с такой-то ценой в 99 рублей. Но я вполне могу ошибаться. И есть вероятность, что фанаты, которые любят 2D экшен-платформеры, они поиграют и скажут, Джет, ты не прав, игра реально крутая. Поэтому лично моя оценка, Кроуман и Вульфбой, моя оценочка туда-сюда, ближе к шлаку. Почему-то мне кажется, что это все-таки больше шлак. Переключаясь на следующую игрушечку, у нас здесь 2 игры VR. Нет, даже 3 игры, стоп. У нас тут поддержка. Вот Stratobash, да, правильно я понимаю? Farspace, это у нас, да, кстати говоря. Шахматы, Farspace, о ней мы уже говорили, кстати, в одном из выпусков. Я вам скажу так, я ее потестил даже, эту игру. Оказалось, что это, как вам сказать, это не совсем игра. Это больше похоже на демонстрацию способностей автора. С точки зрения визуальной составляющей, автор молодец, выглядит все, ну, на троечку, 3,5 из 5, если уж по 5-балльной шкале оценивать. Но с точки зрения вообще вот этого, конкретно этого проекта, здесь написано, что цена у проекта 35 рублей. Я вам скажу так, цена проекта 3 рубля. Почему 3 рубля? Игра, здесь вот игра, это даже игрой не назовешь. Скажем так, графическая новелла, в которой ваш выбор не влияет на результат игры, потому что здесь только одно из двух. Если вы нажали не ту кнопку, вы умерли. Если вы нажали ту кнопку, вы прошли. То есть от вас вообще ничего не зависит. И здесь количество смертей бесконечно. И самое главное то, что длительность этой игры при самых-самых, даже медлительных раскладах, 20 минут. Получается, вы покупаете за 35 рублей то, что вы пройдете меньше, чем за 20 минут. Удивитесь и вернете деньги, попросите вернуть деньги автора. Поэтому я бы на месте автора просто распространял это абсолютно бесплатно. Кто не понимает, вот это то, что вы видите на скриншотах здесь, да, это все графическая новелла с потенциальным выбором действий. Но действия ничего вам не дают, ни на что не влияют. Вы буквально там совершив 5-6 шагов, заходите в портал, приземляетесь на землю и все. Вот такой вот спойлер. Но на самом деле даже не спойлер, потому что это не 2-3-10 часовая игра. Здесь потолок, потолок, 20 минут, я уже сказал об этом. Поэтому моя оценка Farspace как демонстрация способностей автора. Моя оценка, конечно же, туда-сюда ближе к годноте. Хорошая работа. Но с точки зрения продажи, вот это вот, моя оценка однозначно шлак. Потому что это нельзя продавать, это нужно просто раздать людям бесплатно. Чтобы люди поверили в то, что автор потенциально на что-то способен. А в будущем он может предоставить, может быть, интересные и крутые проекты. У меня такое мнение, друзья мои. Далее с вами идем. Здесь есть Chaz Ultimate. Ультра, точнее, Chaz Ultra. Это шахматы. Судя по всему, они тоже поддерживают игру не только в VR, но и через Windows. Ну, через обычный компьютер. Без использования VR. Поддержка контроллеров, геймпад, клавиатура и мэш. Видите, как я, собственно, и сказал. Это шахматы. Кто любит шахматы, ребята, пожалуйста. Вот еще одна версия объемных трехмерных шахмат. Я, на самом деле, очень любил раньше шахматы. Сейчас как-то отошел от них. Может быть, повзрослел или постарел. Не знаю. Или играть просто было не с кем. И со временем как-то стало скучно и бросил все это дело. Есть даже шахматы вот в таком виде. Они как бы в виде шашек. Но при этом это шахматы. В общем-то, вот такая игрушечка. Стоимость игры не объявлена пока. Русский язык есть в наличии, что меня радует. 8 языков в наличии. Поэтому моя оценочка Chaz Ultra выглядит неплохо. Туда-сюда ближе к годноте. Возможно, вы поиграете в шахматы и зацените. Ну и Stratobash. Судя по всему, она поддерживается не только VR, но и прочими платформами. Но выглядит она как игра для VR. Не будем разбирать. Ребят, двигаемся дальше с вами сразу. DLC-шка Wild Park. Видюшка. Еще DLC-шка. И игра Ultra Godness. Давайте посмотрим, что это такое. И судя по скриншотам, я уже не хочу смотреть, что это такое. Как же много шлака выходит в Стиме. Ужас. Ребят, Ultra Godness сразу. Точнее, Goodness. Да, не Godness, а Goodness. Ultra Goodness. Моя оценка шлак. Вот реально, как много херни выходит на платформе. И даже не знаешь, что купить. After the end. The Harvest. Игрушка. Еще один шлак. Вот сразу. Я прям по первому скриншоту вижу. Это шлак, друзья мои. Даже, я даже не хочу это разбирать. The After the End. The Harvest. Моя оценочка шлак. Далее. UFO Unfortunely Fortunate Organism. Да, что ж так сложно-то все называется. Все понятно, я понял. Спасибо. Еще один шлак. Прекрасно. Нарисовано. Авторы старались. Она ведь стоит денег. Да, она еще 50 рублей стоит и русского языка в наличии нет. Игра UFO Unfortunely Fortunate Organism. Да, или организм. Организм, наверное. Моя оценка шлак, ребята. Бээ. Ужас полный. India Garden. Давайте посмотрим индийские сады. А, ну это вот пазлы. Хорошо ли выглядит пазл? Давайте заценим. Ну, как-то середнячково, если честно. Даже не особо привлекательно. Бывали и лучшие. Я видел пазлы на голову лучше. Ну, для детей, вот по цветовой гамме для детей, плюс с наличием головоломки, мне кажется, хорошо зайдет, чтобы и красочно, и приятно, мило выглядит для ребенка. И в то же время будет развивать логику, логическое мышление. Это хорошо, мне кажется. Для взрослого не пойдет, тем более я люблю подобные пазлы. 3-5 в ряд и более. Я не люблю, когда делают все вот настолько, я не знаю, пестро. Да, очень странно выглядит. В общем, Индия Гарден туда-сюда, хорошо для ребенка, плохо для взрослого. Вот моя оценка такая. Что у нас еще предлагается сегодня? Рики Ракунда 2, Adventures in Egypt. Да? А, ну мы уже, кстати, разбирали эту игру. Судя по всему, она наконец-то получила свою цену. Вот, кстати говоря, вот часть с кристаллами нарисована намного симпатичнее, чем Индия Гарден предыдущая. Но вот с енотом этот кусок, ну опять он для детей. Ну зачем его впихнули сюда? Уберите все лишнее, оставьте качественную рисовку, прорисовку вот именно кристаллов, да? И игра станет намного интереснее. При этом уберите все режимы из разряда приключений. Оставьте только один режим, связанный с максимальной выживаемостью. Это же круто, играть на рекорд в такие игры. Ну да, появилась цена 169 рублей. Если кто-то хочет, приобретайте и выглядит достаточно симпатично. Особенно, повторюсь, для детей. Рики Ракун 2, Adventures in Egypt. Моя оценочка туда-сюда. Блицкриг 3, ой-ой-ой, слушайте, Блицкриг, серьезно? Это же тот самый Блицкриг, нет? Давайте посмотрим промо-ролик. Я очень любил Блицкриги в свое время, покупал две части предыдущих. Нивол Интерактив, да, все правильно. Оборонительная форма войны. Сама по себе сильнее, чем наступательная. Генерал Карл фон Клаузовиц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но оборона заставляет сопротивляться намерениям врага. Вместо того, чтобы развивать свои собственные. Ааа, мне очень нравится, ребята. Выглядит приятненько. Что я заметил? Ну, что касается рисовки, она, конечно, устарелая. Это видно, что вот именно визуальный ряд, он больше похож на рисовку от руки. Это неплохо. Я сразу скажу, я просто хочу уточнить, ребята, что игра, конечно, визуально не ААА проект. Это стопудово. Но я вот сейчас прям усиленно смотрел на анимацию, как все происходит, как сражаются между собой танки, как двигаются солдаты. Я вглядывался в это. Я хотел сказать, что анимация устаревшая, но я не увидел этих косяков. Я видел, что солдатики двигаются аккуратно, разумно, размеренно. Что танки взрываются и стреляют друг друга размеренно. С отдачей, с правильной подачей, с хорошими визуальными эффектами. Мне нравится. Однозначно. Вот визуально игра выглядит приятно. Да, хреновенько, что Нивол не смогли реализовать на 2017 год картинку. Все-таки ее можно было сделать лучше. Я не знаю, почему они пошли по этому пути. Может быть, они выдержат какую-то единую стилистику предыдущих двух игр. Но, опять-таки, игры выходили очень давно. Первые две. И тогда визуально картинка не могла быть лучше нигде. В принципе, ни в одном игровом проекте. Почему они не сделали здесь ее лучше? Конечно, от меня пока это все скрыто за весой тайны. Но, повторюсь, это не особо испортило сейчас мое ощущение. Мне хочется поиграть в эту игру. Безумно. Тем более, я помню, что такое Бритскрик. И я помню, что это офигенная стратегия в реальном времени. Которая позволяет очень сильно веселиться, сражаться. Она действительно эпичная. Она очень динамичная. Ну и вот вкратце описание. Это онлайн стратегия в реальном времени. Второй мировой. Для истинных ценителей жанра стратегии. Испытатель и тактические таланты в трех исторических компаниях. Дохожи свое превосходство над другими игроками. Или нейросетевым ИИ в динамичных матчах. Нейросетевой ИИ? Я не знаю, что это значит. Ладно. Разработчики заявляют, что это ММО и стратегия разработчика и издателя, естественно, Нивл. Шесть языков в наличии, включая русский с русской озвучкой, с субтитрами. Та-да! Ура! Я безумно этому рад, ребяточки. Игра. Ну, понятно, что для всех подряд. То есть, объем народа поддерживается. Стоимость игры 895 рублей. Скидка 10%. Без скидки 995 рублей. И есть Deluxe Edition версия. Это Блицкриг 3. Блицкриг 3 Deluxe Edition Upgrade. Я не знаю, что это значит. Стоимость с апгрейдом вместе 1529... Ну, короче, 1530 рублей с скидкой 10%. Без скидки 1699 рублей. Вот это однозначно, друзья, моя годнота. Я добавляю себе в список желаемого. Я попробую как-то себе надыбать. Да, я вижу, что написано отзывы пользователей смешанные. Но мне вот искренне наплевать на это. Я знаю, что такое два предыдущих Блицкрига. И я хочу попробовать новый. Я очень надеюсь, что в третьей части Нивл не допустила тех самых уже устаревших ошибок, которые были в двух предыдущих частях. И они все-таки учли многие особенности. Плюс я видел, что здесь большой разрушаемый мир. Вы видели, да? Что дома рушатся от попаданий. Рушатся здания. Здания уничтожают технику. То есть повреждения от разрушенных объектов присутствуют. Это очень крутая тема. Поэтому я лично Блицкриг 3 ставлю оценку годнота. Но, естественно, я ее не тестировал. Поэтому, друзья, это субъективная, такая предвзятая поверхностная оценка. Блицкриг 3 годнота. Хочу и в нее поиграть. Вот как-то так, друзья. Далее игрушечка под названием Silver. Давайте посмотрим, что это такое. Видеоролика нет. То есть видеопромки нет. Давайте посмотрим. Скриншоты. Ну, я понял. Да, очередной мега супер гениальный проект. Я не хочу в него играть. Стоимость проекта 143 рубля. Прекрасно. Просто русского языка в наличии нет. Сильвершлаг. Идем дальше. Не будем останавливаться на ненужных игровых штучках. Дальше идет VR, DLC-шка. И переключаемся. DLC, DLC, DLC. И игра Tormenter Exponisher. Да, Tormenter Exponisher. Или... Да, Punisher. Все правильно. Что это такое? Все, я понял. Вы понимаете, что это сарказм, я надеюсь, да? Все. Tormenter Exponisher. Моя оценка шлака. Мне хватило пары секунд, чтобы понять, что я смотрю. VR, VR и 4D Toys. Я не знаю, что это такое. 4D игрушки. Но что это обозначает? Для детей развивающие, что ли? А есть видос? Что это такое? Мне просто любопытно глянуть, что это такое, чтобы понять. Это то ли программа, то ли развивающие игры для детей. 4D Toys is a toy box filled with 4D Toys. Для 4D Toys, я имею в виду... Aviva демка доступна. Кстати говоря, Aviva, кажется, есть у меня в наличии. Скоро будет по ней обзор. По-моему, на следующей неделе я его запланировал. Игрушечка выглядит вот так. И Aviva это вот такая черно-белая. Вроде бы она у меня есть, я могу ошибаться. Ребят, не скажу сейчас точно. Это полностью монохромная игрушка с изменяющейся гравитацией. Причем гравитация изменяется, исходя из того, в каком цвете вы бегаете. Белый цвет это гравитация вниз, а черный цвет это гравитация вверх. Это очень прикольная тема и нестандартная механика в игре. Это приятный момент. Кто не видел, ребяточки, давайте я покажу вам видосик. Посмотрите, оцените. Продолжение следует... Я думаю, вы поняли, да? То есть это платформер эдакий, причем сделан в нестандартном стиле. Здесь не надо сражаться, здесь не с кем сражаться. Точнее, есть с кем сражаться, но сражений у вас никаких не будет. И выглядит он очень мило, очень симпатично. При этом это действительно выполнена очень авторская работа. Здесь нестандартный подход, и мне он безумно понравился. Хотя игра, конечно, не блещет какой-то супергениальностью визуально. В наличии 27 языков, ребят. 27, блин, языков! Разработчики совсем охренели. Русские тоже есть в наличии. Охренели в хорошем смысле слова то, что они напряглись и сделали так, чтобы их игра была реально международная. Правда, минус то, что игра для одного человека, даже никак не поиграть ни в кооперативе, ни по сети. На стоимость игры 189 рублей. Достаточно неплохая цена, приличная цена. Для столь простенькой визуальной игры. Честно, я эту игру изначально рекомендовал и говорил, что она интересная, ее надо попробовать. Поэтому мое мнение изменилось, моя оценка осталась такой же. А Vivo, моя оценка туда-сюда ближе к годноте, надо тестировать, тестировать и только потом делать какие-то выводы. Но точно это не шлак, потому что уже за одно вот то, как выглядит игра, за авторскую работу, за реально креативный подход, эта игра достойна внимания. Это как минимум, друзья мои. А Vivo, оценка туда-сюда ближе к годноте. Продолжаем смотреть, что интересно у нас. Grim Faced Sinister Obsession Collector's Edition. Вот это то самое, о чем я говорил, это очередной пазл, очередная квестовая игрушка, где нужно находить какие-то отличия. Найди там ключ, найди болт, найди банку с вареньем и сделай что-то в игре. Вот это из такого разряда. Такие игры обычно очень красиво рисуют, у них хороший арт. Вы сами видите, насколько приятно выглядит это все. Как будто бы это книга. Но при этом в большинстве случаев нет русского языка, и здесь его тоже нет. И стоимость у игр всегда приличная. Вот 289 рублей, мне кажется, для этой игры, ну, большая цена. Поэтому хотите покупайте, хотите нет. Я таким играм всегда ставлю оценочку туда-сюда, потому что я не могу ее оценить, пока не поиграю, так как это квесты, а значит там много текста, много информации, надо читать, проходить. Без этого не оценишь. Визуально по картинке это точно не шлаг. Но по геймплею вполне может быть что-то плохое, поэтому Grim Faced Sinister Obsession Collector's Edition, друзья, моя оценочка туда-сюда. Еще одна игра Sentence The Android's Tale. Давайте посмотрим, что это такое. По-моему, кстати, она у нас уже была, нет? Или я настолько пересмотрел промо-ролики, что в последнее время мне все кажется одинаковым. Но выглядит она, конечно, как самый первый Fallout. Очень странный, очень пугающий. Хотя, по-моему, кстати, это исходя из этого и делалось. Нет? Нет? Очень похоже, слушайте. Разработчики заявляют, что это приключения и инди. Русского языка в наличии нет, только английский. Игра для одного человека. Стоимость игры 57 рублей с скидкой 16%. Без скидки 68 рублей. Но для меня лично, повторюсь, для меня субъективно, Sentence The Android's Tale. Моя оценка шлак. Но для фанатов Fallout'а, первого, самого старенького, оригинального, быть может, ребята, вам это понравится. Попробуйте, поиграйте. И если кто-то поиграл в эту игру, напишите свое мнение. Вероятно, я могу быть неправ, так как все-таки Fallout'а стала культовая игра. Может быть, Sentence The Android's Tale это вот что-то тоже похожее. И хотя бы будет интересно. Но лично для меня это шлак. Продолжаем исследовать у нас странички Steam. Смотрим, что нам предложит игра. Навалия. Навалия это в честь Алексея Навального, что я уж извиняюсь, политику вкручу сюда. Но юмор, мне кажется, в тему был. Да, это какая-то смесь Galaxy и Spore. Причем Spore в самом таком зарождающемся виде. А еще плюс Orion, да, Master of Orion. То есть три в одном. Как же люди пытаются повторить успех Master of Orion. И у них никогда это не получается. Потому что они не понимают, что игра в том стиле сделанная, но сделанная в таком же виде, уже не будет иметь популярности. Потому что на дворе 2017 год. И нужно умудриться сделать игру, если в том стиле, в том сеттинге, в том жанре. То полностью на современном движке, полностью с визуальной картинкой, соответствующей нынешним технологиям. Почему разработчики этого не понимают? При этом игра, в общем-то, не выглядит отвратительно. Я не могу сказать, что она прям совсем убога. Но, я не знаю, надо, наверное, играть, ребята. Разработчик заявляет, что это инди и стратегия. Русского языка в наличии нет. Только английский. Игра для одного человека. Стоимость игры 216 рублей. Со скидкой 25%. Без скидки. Стоимость игры 289 рублей. Ну, вот, как по мне, конечно, я бы хотел поставить ценку туда-сюда. Потому что хочется потестировать ее, попробовать. Может быть, она хоть немножко, но похожа на Мастера Фарай. На оригинал, я имею в виду. Не то, что потом переиздали Wargaming Clubs. Не-не-не-не. Но, я не могу этого сделать, ребят. Ну, серьезно. Хорош уже. Столько клонов этих вышло, что это раздражает. Навалия. Моя оценка шлак, но, быть может, я не прав. Может быть, оценочку надо поставить все-таки туда-сюда и дать ей шанс. Ребят, тестируйте, пишите ваше мнение. Что еще интересного? Out of the box. Давайте посмотрим, что это. И это что-то страшное. Да нет, комиксная рисовка, мультяшная. Что это такое? Вы играете кем? Паша, фейс-контроль. Я вот не понял сейчас. В наличии английский и испанский, русского нет. Разработчик, заявляющий на приключения, казуалка и инди. Да, стоимость игры еще не заявлена. Игра для одного человека. Но есть в наличии демка. Пожалуйста, тестируйте. Что касается рисовки. Такая рисовка обычно соответствует всяким играм, типа комиксным. Но я не уверен, что это будет интересно. Вот честно, не уверен. Я поставлю оценку шлак. Out of the box оценка шлак. Но с учетом, что есть в наличии демка, я рекомендую посмотреть, может быть кому-то она зайдет. Ну, мне кажется, не, не зайдет. Так что я лично не буду рекомендовать ее как прям качественную игру. DLC-шка и игра под названием The Artifact. Кстати говоря, она у нас уже была в обзорах. Она попадалась нам. Визуально она выглядит неплохо. Но там серьезные проблемы с анимацией и с визуальным решением для людей. Люди там отвратительно выглядят, друзья мои. Разработчик заявляет, что это инди. Отличное определение жанра инди. Да, вот почему... Вот уберите, пожалуйста, инди из названия жанров. Это не жанр игр. Инди это не жанр игры. Инди это... Это такое оправдание, что, мол, смотрите, мы сделали какое-то говно. Мы не знаем, что это такое. Поэтому мы назвали это инди. И если вы попытаетесь отзываться каким-то жанром, мы сможем оправдаться и скажем, что да вы что. Мы всего лишь маленькая инди-студия. Это инди-игра. Это не какое-то там определенное направление игровое. Хочется сказать словами Алишера Усманова. Тьфу на вас, инди-студии. Кто так делает-то, блин? Русского языка в наличии нет. Игра для одного человека. Стоимость игры 160 рублей. Скидка 15%. Без скидки 189 рублей. Ну, дабы вы поняли, что это такое, давайте я покажу вам промо-ролик. Ребята, потому что я уже его помню. Но, может быть, кто-то не видел. Это не VR. На всякий случай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Опять инди, очередное оправдание Русского в наличии нет, только английский, игра для одного человека Цены нет Gexagon Defense, друзья, моя оценка шлак Идем далее Что у нас тут? DLC-шки, DLC-шки, DLC-шки И игрушка The Wizards, это VR Pixel, это VR и Endless Winter На конец зимы Причем не слабенькая такая цена у игры Ну а выглядит, как всегда, старо и И не особо презентабельно Хотя и неплохо, опять-таки, это вот игры старого жанра Я вообще заметил одну странную вещь Давайте я сначала закончу с игрой Разработчики заявляют, что это приключенческие игры, казуалка, инди и гонки Русского нет, только китайский и английский Для одного человека кооператив по сети И кооператив локальный Стоимость игры 224 рубля Скидка 10%, без скидки 249 рублей Соряныч, ребят, Endless Winter Моя оценка шлак Я заметил, что чем больше я смотрю шлака Тем больше я начинаю вглядываться Тем больше мне начинает нравиться Я боюсь, что рано или поздно я начну говорить Что шлак это туда-сюда А туда-сюда это годнота А годнота это ААА проекты Я начинаю пугаться Походу у меня где-то в мозгу начинает что-то клинить Это страшно Пургаторий Что? Название игры Пургаторий 2? Ох ты, что такое Пургаторий? Слушайте Почему Пургаторий? Пурга, ну это понятно То есть чушь, уже видно визуально А почему Торий? Может быть с Тори Или Тори Ааа, я не знаю Приключения Инди Стратегия ранее доступа Русского наличия Только английский для одного шлака Цены нет Пургаторий 2 Шлак Та-да-да-да-да Быстрая оценка называется Вектор Вейв Это у нас VR Хавкен Это не игра, это DLC-шка И Heroes Tactics Кстати говоря, по-моему, мы уже ее оценивали Да, и все остальные игры мы тоже оцениваем Ultimate Epic Battle Simulator Да, у нас уже были эти игры И Taken 7 тоже у нас был в обзоре Но вот таким вот волшебным, чудесным образом Неожиданно даже для меня У нас закончились игры Вчера не было обзора Да, вчера не было программы Рубрика не вышла, потому что я просто не успел дойти домой По делам, пока мотался по городу Да, со своих проблем И оказалось, что не так много новинок вышло За двое суток всего лишь ничего Хватило на одну программу Надеюсь, вам понравилось Это был 19 выпуск рубрики новинки в Steam Возможно, вы для себя что-то приглядели Как и я, как минимум одну игру я для себя точно приглядел Это Blitzkrieg 3 Я хочу, хочу эту игру безумно Возможно, и вы захотите что-то из того, что попалось вам под руку Либо, наоборот, не захотите Если вы согласны с моим мнением, ребята, обязательно пишите комментарии Оставляйте Зашло вам или нет Разочаровались ли вы в тех играх, которые, возможно, ждали и сегодня увидели их уже в обзоре Либо, если вы не согласны, пишите, почему аргументированно, без руганий, без скандалов Потому что нет смысла нам с вами ругаться У каждого свое мнение И я высказывал свое субъективное мнение Подписывайтесь на мой Twitch и YouTube канал На YouTube нажимайте колокольчик, чтобы получать оповещения обо всех новых видео Которые выходят на канале И вступайте в мою официальную группу ВКонтакте Все ссылочки, ребята, есть в описании Специально прикрепил для тех, кому очень хочется знать, где эти ссылочки Захотите, кстати, поддержать канал финансово Ну, любой копеечкой То тоже в описании можете найти все ссылочки Как это сделать, через какие сервисы Все для вас, ребяточки Ну, и я жду лайков или дизлайков, если вам не понравилось И, конечно же, делитесь этим видео со своими друзьями Потому что для вас это мелочь А для меня репост это способ развивать канал Спасибо всем большое Увидимся с вами через час Сегодня будет стрим по игре Atlas Reactor Будем наслаждаться пошаговой Хотя это условно пошаговой стратегией Мочить врагов и учиться играть за одного из персонажей в этой Замечательной игре, как по мне Она очень крутая, жалко только что не особо популярная С вами был JetPot90 Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok